ребята всем привет сегодняшнее видео будет посвящено втулкам стабилизатора значит порядка месяц больше назад у меня появился какое-то легкое постукивание значит я вначале подумал что это яйца стучат значит ездил ну прислушался вроде на них похоже ну так и ездил и тут свершилось то что надо было мне на техосмотр страховкой поехал я техосмотр страховкой делать загнали на стенд стали машину всячески прогонять и оказалось а как вы знаете она у меня образцово показательная все в идеале оказалось только проблема дядька мне сказал молодой горит вот у тебя стучат втулки чутка подарок под развита разбит так сразу показываю кому интересно вот их номер даю мою как вот номер вот такой и сейчас я их буду менять буду менять номера вы увидели покажу как это меняется ребята первое они стоят у нас вот здесь что крайне удобно значит берем перед тем как разбирать пропшикиваем с обоих сторон желательно это сделать до того как вы обломите болт в креплении я беру обычную вы дышку и поливая то есть заранее замочили далее далее пробуем сорвать сейчас я одну руку так сорвал сейчас пауза вот и открутил открутил она отходит удобно снимать значит что дальше делаем номера одинаковые абсолютно ну единственное по износу убиты не в хлам конечно ну номера причем одинаковые так что так что смотрите сняли единственное что что еще сделать надо желательно слегка мазануть ее чем-нибудь внутри чтобы она выбрала быстрее свое место значит и спокойно стояла натягивается также отсюда с этой стороны легко и просто а яйца ну то есть вот эти стойки стабилизатора про которые я говорил то есть иногда кажется что они но вот у меня оказалось почему-то втулки стабилизатора вот он идет значит и это самое пришел часто спрашиваете где код ктр ктр степан степа вот жив-здоров он бегает радостно значит и еще хочу сказать у кого защита следите за защитой чтобы она не прижалась вот к радиатору особенно у меня стоит это у меня радиатор гидроусилителя да и капа кпп что ли вот значит чтобы вот я вчера был в лесу и видите попал там немножко в камушек поджало если прижмет до конца начнет тереть и протрет и в лесу у вас будет конфуз так что это святое заглядывайте если где-то вы что-то уперлись тут желательно заглянуть и потом оттянуть эту штуку так что ребята вот так сейчас поменяю и покажу как стоит новый все ребята втулки поменял все смазал вот 2 в принципе есть раздолбанность но немножко на кстати не забудьте его выровнять стабилизатор потом чуть-чуть вытянуть сюда чтоб с той стороны он к раме не прижимался значит все защиту выровнял вот еще был один интересный факт на когда прошел тихосмотр прошел тихосмотр что стал делать страховку и страховщикам даю только что пройденный в этой же к шарашке в конторе тихосмотр они говорят тихосмотр не нужен чтоб страховку получить мне нужен так не нужен но закралась мне одна такая мысль интересная что для получения то может он и не нужен но когда что-то произойдет не дай бог то потом вас страховой или кто гаишники кто там спросят у вас техосмотр и может получиться очень неудобная ситуация что страховка есть а машина технически у вас без техосмотра и значит возможно вас сделают виновник виновником ситуации я же расскажу сейчас одну интересную историю коротко возможно кто у меня уже был ролик про нее но думаю многие не слышали значит ситуация в чем вкратце кореш мой идет к соседу подходит у подъезда у него четверка значит стоит четверка в жопу вдолбанная хорошенько и там сосед что-то ковыряется но разболтались горит соседу что случилось то тот такой да вот стоял на перекрестке раб 4 в жопу ехал ну еще сколько тебе денег насчитали типа за дтп тот горит да не сколько я должен остался тут как должен то если те в жопу ехали стоящим такая фишка тоже типа из этой же темы как про техосмотр значит на рафе четвертом шаристый адвокат у него и на суде адвокат что делает задает такой простой вопрос на момент дтп у вас была действующая медицинская справка то есть которая позволяет ну которая говорит что вы можете управлять транспортным средством тот говорит естественно нет у кого есть то есть обычно справки есть толп на госпредприятиях на грузовиках работайте обычно мы то люди как раз 10 лет только что права получить ну и вот и оказалось что запрещается без действующей справки то есть если ее нету то теоретически и практически человек имеет водительское удостоверение это одно а управлять транспортным средством без медицинской справки получается нельзя так что ребята скажите кто с этим сталкивался значит возможно уже у кого-то были претенденты инциденты что там значит так это или иначе то есть возможно кто-то в этом получше разбирается вот я вам рассказал ситуацию пишите комментарии что вы думаете по этому поводу так что ребята на этом все подписываемся на мой канал на дзене в группа вконтакте возможно кому-то удобнее там смотреть также я выкладываю ролики которые на ю тубе вы точно не найдете их искать не будете возможно будет вам интересно смотреть так что ребята на этом всем покидос и до новых видосов